привет друзья как дела в тикток не могу выйти потому что у меня там что-то с телефоном непонятно трафик какой-то низкий вот поэтому выхожу другого телефона как у вас выходные дни немножко опять войдем в отношении что-то вам понравилась эта тема всем столько отклика там я такая я не такая я прошу я не прошу что вы материтесь вы такой противный ой материтесь больше вы такой охуительный да то есть и вас что-то бомбит непонятно в какие стороны поэтому есть время у меня сейчас буквально минут 20 30 и мы с вами разберем вместе сегодня это мой сегодняшний инсайт то есть у меня это в блоками как-то лежало в голове как то есть структурно у меня появилась схема как взращивать мужчину и как его убивать мужчину то есть как женщина убивает его мужские качества так получилось да мы рождаемся и мы под мамой потом под под школой там везде 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 у нас женщины и с этим вы не можете поспорить и но и смысла никакого нету спорить с этим вот начинается все из-за отсутствия любви да то есть я вам буду рисовать схемы сейчас посмотрим как мы пойдем почему потому что мы рассмотрим эту проблему как как структурно и и не повторять да то есть мы эту проблематику раскроем с той стороны с которой больше с алгоритмической вещей и мы по ней пойдем с вами и я вам буду немножко рассказывать показывать и может быть когда кого-то дойдет и кто-то поймет что да это действительно так кто-то будет очень сильно против и будет считать что мужчина все равно вино на самом деле мужик виноват до мужчины безответственные которые не отдающий который забирающий и этот этот это короче пидоростар короче ничего с ними не сделаешь но как сделать так чтоб рядом с тобой твой мужчина был мужчиной вы говорите если рядом с женщиной будет настоящий мужчина я к женщина раскроюсь такая же хуйня то есть мужчина тоже раскрывается рядом только с женщиной он не раскрывается рядом с конем сука с яйцами понимаете он раскрывается рядом с той которая женщина та которая делает из его мужика это же обоюдно да то есть единственным у меня аудитория женская я не могу сказать мудак сука встань возьми ответственности себя иди блять да 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 работой были подарить цветов ей до хули толку блять и схеме буду разговаривать я буду разговаривать сам собой а вы будете сидеть до кивать да да и ну и чет смысл в чем что ты поймешь от того что я буду хуярить мужиков сейчас ничего ты от этого не поймешь но ты поймешь тогда когда я буду херачить тебя и твое мировоззрение потому что проще измениться самому чем изменить всех мужиков которые в меня окружают да то есть лучше измениться самому чем изменить всех женщин которые вокруг меня и поэтому из-за того что аудитория женская меняем себя меняем свое взаим свое отношение к мужчине и я укажу на ряд ошибок и проблем с которыми вообще люди сталкиваются и это систематическая ошибка очень многие девчонки думают что только у них тогда только у меня так у всех наверное по-другому ни хера ни у кого не по-другому все всех блять одинаково вот материться я буду почему потому что я не на первом канале если бы это было у рта евразия конечно мы бы говорили тогда мы говорили я не то что там вы там ты чё ебануты я бы говорил у вас нарушение когнитивных функций мозга да то есть ну я умею я всегда говорил что мужчины ну хули тебе толку ну давай мужики и пидоростар блять тебе легче мудачьё блять безответственные ублюдки блять ну и что толку полегчало блять нет же и смысла от этого нет никакого в общем все лирика переходим камера будет трястись потому что я другой руку как бы одной рукой держу другой этот пишу и где-то буду камеру переворачивать в общем пока наблюдайте вы можете писать прям полегчало вам ну а смотрите это как знаете это как безалкогольное пиво ты выпила тебе вроде как бы легче но сука не пьянит она пишите комментарии в общем я буду сейчас объяснять переверну камеру в другую сторону это у нас доска вот 90 процентов из женщин выходят замуж не по любви как делаем так что ну это вот это мои субъективные ощущения это мои субъективные наблюдения вы можете с этим соглашаться можете не соглашаться но короче примерно так 7 процентов из них из вас думают что кажется я люблю кажется я люблю и 3 процента примерно действительно любят да а здесь как как я разбитое сердце не могу не умею рисовать вот так для сделаем вот почему потому что мужчина когда женится в 90 процентах случаев им он ему или кажется или он уверен что он любит то есть вот это вот сторона мужская она больше чем вот у женская кажется я люблю и и не без любви это короче это женщины выходят в основном замуж без любви почему-то потому что бы страшно остаться старой девой потом уже будут смеяться мама настояла папа строгий убежала и семья меня бывший бросил надо было кого-то этот короче и они выходят типа от за хорошую партию и находят себе жертву блять на они выходят максимально они наху вы находите максимального удобного мужчину которые рядом при этом он не виноват да ну смысле он просто попался вы можете даже писать те кто там по любви замуж вышли не по любви кто разведенный точно напишите напишите любил это его вначале не любила потому что вот эта схема приводит к многочисленным разводом изначально чем затихли я вышла замуж за отца своих детей но к сделать чтобы он был еще решительность надо за отца сначала научись называть его мужем они отцом своих детей научись проявлять уважение сначала и вот вы выходите замуж по из из каких-то своих страхов ты выходишь замуж за него вы образуете пару при этом ты человека не любишь и ты каждый день сукашь книж на него и и и его ругаешь его как-то унижаешь но хотя он ни при чем он просто согласился в жениться на тебе развелась не любила что такое любовь вот действительно из-за игромании подожди ты блять из-за игромании она развелась сейчас дойдем мы до игромании до алкоголизма чему это все приводит да но он же блять не долбаёб мужик то он чё думаете он не чувствует выражаете тут детей блять именно выражаете может ему нахрен это и не надо но он почему-то ведется выражаете детей там двоих троих кто-то пятерых рожает неважно и нагружаете его голову сука еще большими проблемами которыми он готов не готов вас не ебет вообще и он в этом прессинге живет женщина которая его не любит и не уважает мужики лохи реально блять второй раз уже по и выходите по расчету мозги не и теперь смотрите что происходит мужчина живет с нелюбимой женщиной который его не любит мало того она когда ему дает она еще делает такое кислое лицо что лучше сука не давала бы да и он это терпит в какой-то момент из-за своей нереализованности реализованности в какой-то момент из-за своей слабости мужчина он начинает бухать и спиваться ты начинаешь его еще больше ненавидеть мало того бухает игроманией занимается мужчина которые не проявлены ты каким-то образом из-за того что ты влияешь как бы с одной стороны на него где-то ты его ограничиваешь где-то этот он начинает спиваться из-за того что ты в него не веришь потому что чтобы он не делал он всегда сука неправ вот что бы он не делал и я и чем больше я мы говорим про отношения в рилсах в этих на сторисах везде тем больше я убеждаюсь что очень много женщин у которых какая-то непонятная претензионность к мужчине особенно сука ко мне хотя она мне ни разу не давала да и она меня просто видел один раз в инстаграме и начинает чинга хуйню писать или в китоке как будто я ее муж блядь понимаете и вот он без ласки или без поддержки он начинает пить нереализованный и вот у вас уже более-менее взрослые дети и ты подаешь на развод ты говоришь нахер мне это не надо я устала я самостоятельно женщина это ближе к 40 потому что уже он тебе не нужен за детьми ухаживать не надо да женщина разводится тогда когда закрыты ее все хотелки то есть ну как когда закрыта ее жопа то есть если твоя жопа финансово не закрыта или как-то ты будешь сидеть с мужчиной даже если ты его не любишь как только ты становишься чуть-чуть самостоятельной как только ты не зависишь от его как бы мнение решений и не тебе не нужен водитель тебе не нужен и он как в качестве дров наколоть короче он тебе вообще не нужен ты в нем не нуждаешься ты становишься самостоятельно и его бросаешь ты с ним разводишься он там живет свою жизнь какую-то отдельно и ты начинаешь выстраивать собственную жизнь уже с с детьми мы еще пойдем этот еще будет две части предыстории потом вот сюда с какого хера ты его во первых нашла вот такого именно и как почему он к тебе еще притянулся потому что вот эта история вся она замкнется вот так по кругу и вот он остается один тут твои дети и ты со словами ты слабый никчемный нахрен ты мне не нужен и нашим детям ты ничем не помогаешь пошел ты нахуй это мы рассказываем одну из возможных модель моделей как бы поведения мужчин и женщин да теперь она остается одна с детьми и начинает выстраивать новую жизнь как вот ну очень часто сейчас бывает женщины предприниматели которые зарабатывают там пять десять миллионов тенге да в месяц там я не знаю там миллион тенге в месяц и зарабатывают то есть когда она уже самостоятельная и без него и он не нужен что она делает она пытается создать новые отношения с другим мужчиной якобы которые сильнее чем был предыдущий скольки раз я уже говорил что если ты не завершишь свои взаимоотношения с мужчиной предыдущим следующий будет такой же если не хуже поэтому очень важно завершать свои взаимоотношения с мужчинами правильно нужно расставаться не нужно на него обижаться нужно его просить полностью и вот теперь мы имеем самостоятельную женщину с недвижимостью с хорошим доходом и она пытается найти мужчину который будет как бы созвучен ей или хотя бы столько же зарабатывать потому что она не хочет находить себе слабее себя так она себя обманывает но она найдет обязательно слабее мы об этом уже что он был почему потому что сильный мужчина будет контролировать ее и им невозможно будет управлять а слабый мужчина она а слабого мужчину она будет контролировать его наоборот что ей сука и надо поэтому она находит мужчину который финансово меньше нее во много раз допустим он там за будет зарабатывать там не пять миллионов а миллион и она найдет себе мужика вот здесь допустим какого-то иного мужчину который примерно сейчас мы опять деньги уходим многим будет неприятно ну в общем поливать так удобнее там сколько мы сделаем миллион пусть у него там доход какой-то будет будет удобнее считать вот у него доход миллион у нее там десять миллионов она в десять раз больше в деньгах чем он образно что она начинает делать она как женщина она пытается сука его изменить зачем-то вот с каким-то хером вы хотите изменить мужчину и ты такая я блять такая благородная сейчас я его изменю потому что я его люблю и поэтому он сука сейчас начнет зарабатывать больше и для того чтобы он зарабатывал больше я сделаю одну такую хуйню я буду ему во всем помогать я же его люблю я его сейчас выращу сука та же как и себя до двадцати до сорока миллионов или там до десяти миллионов это знаете благими намерениями дорога в ад блять и вот эта ситуация знаете это очень у многих у многих женщин очень многие и они начинают они говорят они же не могут не выебываться деньгами да они начинают говорить мои расходы в месяц там полтора миллиона я трачу а у тебя есть столько денег ты так можешь они начинают всячески его унижать и попрекать деньгами всячески и альфа самец такой хуйни не выдерживает он начинает спорить и посылать ее нахуй и он говорит засунь свои деньги себе задницу пошла нахуй он говорит вот так но я должен был камеру перевернуть понимаете да а мужчина который как бы слабее или который он может быть альфачом но он может ее просто любить и он может ее любить он может проглотить это будет начало конца как только он схавает ее воебоны с деньгами на этом заканчиваются все сука отношения вот здесь можно просто заканчивать сказать все отношением пизда все понимаете что делает дальше она она начинает ему занимать денег там миллион два миллиона она обычно ну короче это чуть попозже но она начинает говорить я хожу не хожу в твои спельмешные я хожу блять в итальянские рестораны где подают не пельмени а равиоли и если ты себе не можешь пока позволить я тебя угощаю и так сука она угощает его три раза в неделю да или там пять раз в неделю она угощает вместо пельмени она ведет его на уровень ресторанов вот сюда которые повыше и жрут они равиоли по сути нихуя не изменилось только изменилось название и она его тем самым типа посмотри какое ты говно и ничтожество а я вот вот здесь могу себе позволить это нет и я тебя пока угощаю потом у него потихоньку падает самооценка он не может с собой сопротивляться он не может с собой сопротивляться и его самооценка падает в жопу вниз теперь он говорит я должен что-то делать я же мужчина я должен стать как ты или хотя бы рядом с тобой чтобы у нас что-то было чтобы я что-то мог поэтому у меня есть гениальная блять сука идея займи мне десять миллионов и я короче сделаю свой бизнес что говорит женщина женщина говорит в принципе я себе наверное могу позволить своего мужчину спасти отдай-ка я займу ему не десять а хотя бы пять говорит умная женщина которая хотя бы чуть а еще давай давай а лучше сказать а давай я тебе дам миллион ну короче она занимает ему денег больше чем он может вернуть да да равиоли ну представьте ну и между равиолями сколько пельменями разница-то небольшая всего там в тысяч десять в тенге а по сути один хрен мясо съест там вот и она занимает денег но по закону денег если ты не заработал десять миллионов ты не можешь открыть бизнес на десять миллионов и девяносто девять процентов проебывают это бабло и рассказывают тебе слезные истории как он точно сука вернет когда они будут но когда будет я не знаю и и и вот здесь начинается пиздос когда мужчина тебе должен денег ты его ненавидишь женщина всю свою ненависть будет проявлять на него если до этого в постели было все хорошо в постели начнет все обламываться но взаимоотношения как говорил фрейд все выстроены на сексе понимаете ты начнешь ненавидеть его он начнет ненавидеть себя из-за этого из-за того что он не может тебе вернуть долг он будет раздражаться еще на тебя появятся конфликты между вами она его еще не посылает она начинает его спасать кто не видел фильм аферисты с тиндера женщины обычно своих мужчин спасают сука до конца и там главная фишка оргазмы если честно он должен хотя бы один два три раза короче ассоциироваться у тебя с оргазмами твоими и тогда ты будешь делать для него все и женщина может даже влезть в кредит и отдать ему все и так работает схема как бы альфонская такая да немножко если мы будем дальше рассматривать этого мужчину то если он не найдет в себе силы не возьмет ответственность не заработает денег не отдаст ей обратно то здесь семьи не получится но из-за того что она в него не верит он и не отдаст эти деньги не сможет он не может выпрыгнуть без веры мужчина без веры если в него никакая женщина не верит ни хрена у него не получится блять никогда а из-за того что ты с ним разочаровываешься из-за того что он не отдает тебе долг вовремя ты на него раздражительно ты в него не веришь понимаете и вы гробите нахрен мужика и вот здесь алкоголизм игромания наркомания еще конькмания вот и все все вся схема допустим они не развелись а продолжают дальше свои взаимоотношения дети дочка видит что мама главная да дочка видит что мама здесь такая главная мы сейчас ее вот такую сделаем маманчис мама главная сын видит что мама главная что папу слушать не надо мужчина умирает рано это где-то 50-60 лет тромб сорвался инсульт еще какая-нибудь херня в таких отношениях дочка дочка она выращивает по образу и подобию своему точно такую же блять гидру а сына в сына выращивает сын вырастает вот тут уже в большого мужика в эмпатичного который безответственный который умеет играть очень манипулировать на отношениях на чувствах он все приколы знает бабские когда надо позвонить когда надо написать что нужно сказать когда вовремя по попке их погладить и он знает все и весь этот арсенал он использует для того чтобы закадрить себе телку и на ней испробовать то же самое что сделал отец с ней с матерью и вот пиздец канисова сансары провернулась еще один раз здесь у нее была мама сильная и она это видела и она нашла себе мужчину послабее этот у него либо ну как бы тоже с мамой какая-то фигня была мама была сильная папа был слабый и он стал эмпатичным или мать воспитывала одна и вы и все и вот она вся схема по кругу хуячит вот так круговорот блять отношений в природе понятно ясно изложил ясно изложил теперь пагубно ли это меняется ли это что можно сделать с мужчиной который уже вот рядом вот как реабилитировать вот этого мужика который рядом с такой женщиной закон природы быть сукой теперь вот вы запомнили схему примерно да сейчас я это все сотру и мы пойдем тогда сквозь призму эпиграфа мы в общем еще раз посмотрим это с другой стороны сейчас я переверну чтобы на мое лицо будет приятнее смотреть чем накачаюсь доску я надеюсь а то мне тут одна написала страшненький такой еще хуйню всякую пиздит в тиктоке по моему или в инстаграме где-то написала у самой даже аватарки нету я хоть не стесняюсь себя выставляю в этот общественности а человек без лица блять еще пиздит что я страшненький мне страшно представить какая она там охуительная я уже пятый год в эфире это спасибо сейчас я с вами шío но если то есть мужчину нужно воспитывать рядом также как и женщину нужно ей помогать раскрываться задача Мужчины сделать свою женщину счастливой absolute задача женщины та же самая помочь своему мужчине и развиться как мужчине Стать зрелым и взрослым Но вы все делаете наоборот, блядь И мы тоже, скорее всего Ясно, как белый день Нихуя никто это не понимает Значит, сука, сейчас полная мгла, блядь Если это было бы ясно, как день То все бы делали правильно, сука Но все делают, блядь, через жопу почему-то Потому что нихуя не понимают Они как слепые люди играют днем в гольф, блядь И кажется, а что они ночью играть не могут? Блядь Это выхудительное, спасибо Вот, и теперь мы, смотрите Мы, сейчас я это с маркерами разберусь Все, теперь смотрим Когда женщина болит Сейчас, когда женщина больше Так, все, высох нахуй Хотел разными фломастерами Ладно, не получится, разными Когда женщина больше, чем мужчина Рядом, если она сильнее в деньгах Там Характером сильнее То То нужно Сделать ей что? Выключить свою мамку И включить режим Вернее, выключить режим помощи И включить режим наблюдения Наблюдаю Включить режим наблюдения За ним Ты просто смотришь Как он живет И веришь, что все будет хорошо Вера Вера Любовь может быть, если есть Но если любви нет Не у всех есть То хотя бы вера Там надежда, что он, блядь, сможет Понимаете? Наблюдать И Ничего ты не можешь сделать хуже Чем его пожалеть То есть Дать деньги ему в долг Да? Заселить его к себе в квартиру, блядь Одеть его За свои деньги Свозить на отдых, блядь За свой счет Вот если чувак заработал на пельмешке Ты жрешь с ним пельмешки Понимаешь? Ты просто жрешь пельмени Хотя ты хочешь, сука, равиоли Но на равиоли Твой мужик еще не заработал И ты идешь в столовку Вместе с ним И кушь пельмешки Но когда ты одна Ты за свои деньги можешь идти Жрать равиоли Но только Но тебе, как женщине Охота Посидеть Там с любимым мужчиной В хорошем месте Ты сидишь с любимым мужчиной В месте, где он может себе позволить И чувствовать себя в этой пельмешке Сука, альфа-самцом Он должен чувствовать Это один из Правил пикапа Вести женщину в то место Которое ты знаешь лучше, чем она Это я вам так На всякий случай Но когда ты идешь С ней В ее место Которое Где она себя чувствует лучше Твой хуй визуально Становится на 5 сантиметров Короче Понятно? Поэтому Ты идешь на мужскую территорию Всегда Чтобы его либидо было высокое А не твое Чтобы ты Сидел в этой пельменной И в этой пельменной Сука Твой мужик был самый лучший И тогда ты уверуешь Что он лучший Но когда ты его будешь Пихать Таскать его за собой И жрать равиоли Ты каждый раз Будешь убеждаться Что у тебя У твоего мужика Хуй на 5 сантиметров Короче, чем у соседа Понятно, да? Все И наблюдаем Как он растет Потихоньку Потихоньку Нагружаем его Своими проблемами Он должен Совершать поступки Ты не должна Слушать Лапшу Которую он вешает На уши Ты должна Требовать От него поступков Он обязан На 8 марта Тебе сделать Какой-то подарок Он обязан Тебе подарить Что-то На Новый год Он обязан Когда отправляет Тебя ночью Домой На такси Позвонить И спросить Хотя бы Ты доехала Или нет Если этот мужчина Не совершает Таких поступков Нахуй его Это не твой мужик Если мужчина Ради тебя Не совершает Поступков Он не считает Что ты его женщина Запомни И если это не твой мужчина Нахуй его Не надо требовать Как требовать Сука Вы все такие Как их Вы как правительство Знаете Вертикаль власти С опорой наверху Кто инженер И тот поймет Сарказм и юмор Мужчина делает подарки Не потому что Тебе хочется Чтоб он тебе их дарил Мужчина дарит подарки Для того чтобы Ему Стало хорошо От этого Понимаете Я тебе дарю подарок Не для того Чтоб тебе было приятно Я дарю тебе подарок Чтоб мне было хорошо Мне вообще Плевать Чего ты там С этим подарком Будешь делать И какого хуя Ты там испытываешь Поэтому я говорю Благодарность Когда тебе подарили Подарок Поблагодари Сука Мужика Блядь Понимаешь Поблагодари И следующий подарок Будет круче И дороже Но когда он тебе Дарит подарки Которые тебе Не нравятся Радуйся Радуйся Та же Следующий раз Просто Ну намекай Поярче Блядь Приводишь в магазин Говоришь Блядь Такие духи Охуенные Это бакара Вот именно красненькая Прям Как тебе И следующий подарок На день рождения Будет подарок Дороже Будет тебе Духи бакара Кто не знает Идите загуглите Муж Муж жадный Потому что Ты жадная Потому что Ты не умеешь Благодарить А мужчина Когда спрашивает Что ты мне Подаришь Ты значит Его Не доблагодарила Не дотрахала Внимание Не дала Он жадный Посмотри Я тебе дарю Подарок Потому что Мне должно быть Приятно От этого И поэтому Я тебе дарю Если я тебе Дарю Подарок И от тебя Благодарности Хуюшки Херушки Я тебе Что подарю В следующий раз Поняла И если он С неохотой Дарит тебе Подарок Значит он Точно понимает Что он отдает Больше чем Получает Все эгоисты Поймите это Я дарю Чтобы мне Было хорошо Если я дарю И мне нехорошо Нахуя мне Это надо Понятно Да Поэтому Взращиваем Мужика Намекаем На подарочки Благодарим Его За ту хуйню Которую Он тебе Дарит Может быть Да Даже если Тебе Не нравится И не помогайте Ему И не делайте Не приведи Тебя Господь Делать вот так Мне нравится Бакара Духи Ну хрен Семь подари Кенза Если у тебя Денег нету То есть Если ему Нужно Порвать Жопу Для того Чтобы тебе Подарить Духи Дорогие Пусть Блядь Рвет Пусть Блядь Рвет Только Не сильно Да То есть Не нужно От человека Зарплаты Там В 100 тысяч Тенге Просить Духи За полмиллиона Или за 200 тысяч Попроси Ну хрен Семь кенза Но Попроси Чтоб ему Было Это немножко В напряг Но не надо Спускаться Там вниз Совсем Чтобы Короче Он должен Чуть Напречься Образом Вот чтобы Для любителей Анального секса Да То есть Не нужно Жопу Рвать Ему сразу Всю Блядь На британский Флаг Да А ну вот так Пару анальных Трещин И остановись Не надо Дальше Расширять Не рви Жопу Поняла Вот и все И мы Начинаем Взращивать Нашего мужика Потихоньку Потом Есть еще Отдельная Тема Вы Учите Его Позволять Себе Больше Чем он Позволял До этого Почему Потому что Чем больше Ты его Расширишь Тем дороже Подарки Он будет Тебе Дарить Он не Сможет Тебе Подарить Подарок Больше Чем Дороже Чем у него В голове То есть Он должен Себе Ты должна Ему сначала Порвать Его ментальность Если он Меньше До своего Уровня Сначала Он должен Позволять Какие-то Вещи Себе Почему Мы должны Мужчин Выращивать Нахуй Не выращивать Живи С нищебродом Не выращивай Никого Понятно Да А ты Такая Королева Сразу Родилась И тебе Не надо Расти Никуда Понятно Да Сначала Ты Ломаешь Его Мозг Ты Начинаешь Его Толкать Ты Можешь Себе Позволить Туфли За тысячу Долларов Или За две Ты Можешь Себе Купить Часы За Двадцать Ты Начинаешь Толкать В ту Сторону Где Его Раньше Не Было И Он Становится Ментально Больше Размером С тебя Или Иногда Больше После Этого Образно Если 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 Купил Обив За Тысячу Долларов Сапоги Скороходы То С этого Момента Ежемесячно Ты можешь Поросить Что-то До Тысячи Долларов На Подарок Понимаешь Там За 900 Допустим Но Каждый Месяц Башмаки Ты его Крутишь Чтоб он Себе Сам Купил За Тысячу А Брать Ты У него Сможешь 900 Ежемесячно На На Свои Хотелки Если Он Себе Ничего Не Позволяет Он Тебе Нихуя Не Купит Не Переживай А Себе Он Не Покупает Потому Что Ты Его Не Поддерживаешь Вот И Все Понятно Вам Вот Так Друзья Немножко Немножко У меня От смеха Кишка Свернулась В общем Вот так Примерно Это все Выглядит Поэтому Так Сколько Время Все Друзья Мне надо Бежать Через 20 минут Мне надо Быть дома Все Давайте Пока Всех Люблю Ой Как вы Правы Наши Наши Любовницы Короче Все Давайте Пока Эфир Сохраняю Пока Пока Еще Увидимся